Из точки провели 4 угла, которые все вместе образовали всю плоскость. Вот так получилось, что из тех 3 точки провели 4 угла, которые вместе образовали всю плоскость. Вот как-то так. Докажите, что если первый и третий углы равны... Обратите внимание, это не обязательно одна прямая. Просто вот здесь 2 угла равны. Докажите, что если первый и третий углы равны, то биссектрисы лежат на одной прямой. Плоскость, четырьмя лучами, выходящими из одной точки, разбили на 4 угла. Докажите, что если первый и третий оказались равны в величине, то биссектрисы 2 и 4 лежат на одной прямой. Итак, давайте я напишу так, альфа, бета, бета, гамма, дельта и дельта. Итак, дано альфа равно гамма. Доказать. Вот интересно, как записать формулой, что вот эти вот пунктирные лучи образуют прямую? Кто знает? Как записать формулой, что это одна прямая? Как записать формулой, что вот когда вы провели прямую и другую прямую, то получилось не так, а вот так. Получилась одна прямая. Что в таком случае нет для вот этого угла? 180. Сколько? 180. 180. Значит, в нашем случае как записать, что это одна прямая? Альфа плюс бета плюс альфа и плюс еще бета. Как зовут эту букву? О ужас. О ужас. У нас есть люди, которые не помнят, как букву читать. Альфа, бета, гамма. Очень похоже на русскую букву B, но читается по-другому. Дельта. Дельта. Хорошо. Итак, бета, альфа и дельта нужно доказать, что в сумме дают сколько? 180 градусов. 180 градусов. Кто знает, как пишется большая буква дельта? Большая буква альфа, понятно, как пишется, более-менее как а. Большая буква бета тоже не хитрое дело. Большая буква гамма пишется так же, как русская бе. А вот эта как пишется? Письменная, да. Письменная, заглавная, да. Письменная, английская, английская, ангелия. Я ему надоел тем, что периодически требовал от него, чтобы он знал, как писались буквы, и он себе на обложку блокнотика выписал. Единственное, а нет, видно, видно, да, букву дельта ты написал. Ребята, эта буква пишется действительно почти так же, как русская D, это правда. Действительно, они очень близки. Но на самом деле она пишется, как треугольничка. Она просто пишется, как треугольничка. Ладно, тогда еще один вопрос надо на засыпку. Вот есть такая совершенно замечательная буква тета. Какая мышца большая? Он так же, как и маленькая. Так же, как и маленький, ответ не верен. Буква и состоит из двух частей, да, знаете. А эта буква состоит аж из трех частей. Ну ладно, это все шутки. Кто бы нам за это время задать пришел? Значит, итак, на картинке я вот здесь вот пишу, что это альфа. Как доказать, что на самом деле у нас ремарь? Если первые и третьи углы равны, почему бисектриса второго и четвертого составляют одну прямую? Альфа равна 90, а бета и дельта равны 35. То есть вы подобрали какие-то числа. Маленькая проблема. Можно подобрать еще какие-то числа. Вы поймите, в качестве угла альфа годится более-менее любой угол. Просто я могу взять, сделать какой-нибудь угол, и к нему вершину, и приделать такой же вниз. Поэтому, понимаете, перебрать все варианты абсолютно нереально. Да? Если представить, что эти углы смежные, ну, значит, вот, ну, среди углов одинаковый, значит, вот и углы... То есть так, вы хотите сказать, заставив альфа и альфа оказаться рядом? Нет, ну, можно. Можно, конечно. Просто еще раз, ребята, я не хочу рассматривать никакие частные случаи. Потому что здесь общая задача очень простая, а вы сейчас начнете рисовать конкретную выкатину. Если, ну, вот, если представим, что крестецкая... Доска огромная, здесь скучная крестецкая, огромная доска. Поэтому вместо того, чтобы... И что? Если представить, что, ну, вот эти смежные, ну, вот эти, они равны, значит, эти, они тоже равны, потому что... То есть это называется не смежные, а вертикальные. Я понял вашу мысль. Кстати, так как он говорит, задачу решить можно. Правильно? Но мы говорим про смежные. Альфа, ответный угол, они называются вертикальные. Вот это вот, первая часть, это смежные и первая часть, это тоже смежные. Ну, это разный, это выгодчик, это разный, это... Да. Ну, значит, все другие части должны укравить. Ну, замечательно, но секунду на это есть. Представим, что у нас все решено. Нельзя начинать решение задачи со слова представим, что мы уже ее решили. Поняли? Так, ребята, еще раз. На самом деле мысль была... Он ее сказал абсолютно неправильно, но мысль-то у него была разумная. Мысль была такая. Представим, что на самом деле угол альфа и угол гамма. Это вертикальные углы. Вы представьте себе, что действительно это одна прямая, и это тоже одна прямая. Вот здесь вот альфа, и здесь вот тоже альфа. В таком случае, картинка будет центрально-симметричная. Согласны? Да. Раз картинка центрально-симметричная, то, конечно, вот эти углы будут тоже равны, то есть, минус альфа. И, конечно, если вы не возьмете бисектрисы, то это будет одно и то же. А дальше... Вот это он не сказал, а на самом деле, дальше надо было сказать такую простую вещь. Посмотрим, что будет. Если вот это вот, как прибито, и не двигается, а вот этот вот угол начнет поворачиваться, например, по часовой стрелке или против часовой стрелки, что в таком случае будет происходить? Здесь будет происходить вращение, и, внимание, вот этот угол будет увеличиваться, а этот будет настолько же уменьшаться. Ну, естественная вещь. У меня будет поворачиваться и этот луч, и этот луч с одинаковой скоростью. Вот если здесь будет поворачиваться с какой-то там скоростью угловой, то здесь будет в два раза медленнее, потому что это половинка. Ну, и здесь будет то же самое, в два раза медленнее. То есть вот эти угловые скорости равны, а эти равны потому что они равны половину но спадать движение какое-то это все все таки слишком сложно на самом деле если вы посмотрите на исходный чертеж то решение вообще никакого напряжение мысли не требует что скажете альфа плюс 2б это плюс 2д и плюс габа равна 360 градусов есть угол альфа альфа молодец плюс 2б это если идти против часовой стрелки 2б это 2б это дальше плюс альфа вообще-то вот здесь альфа 2б да можете нажимать чтобы в углу было видно можете смотреть на чертеж а не фантазировать что бы там могло быть итак начиная с какого-то напишите вот это так чтобы все было видно отлично напишите следующую знак плюс 2б замечательно пишем следующую это альфа плюс альфа отлично и наконец последний 2дельта дельта пишется так и плюс гб отлично равно 360 это то что вы с места сказали это замечательно а вот теперь будем простить это равенство здесь есть альфа и здесь альфа и здесь альфа не просто альфа плюс альфа а все остальное переписать так ну и догадайтесь что делать разделить на 2 разделить на 2 конечно 360 разделить на 2 это можно вкусно 180 конечно это интереснейшая ваша школьная привычка вы делаете вид что вы в сто раз умнее всех учителей и поэтому мы должны перед ними придуриваться то есть в ситуации когда вы собираете ответ ты делишь обе части обе части равенства надо разделить на 2 то у вас есть равенство еще раз мне неинтересно рассказ на том что 180 это половина от 360 мы уже просто много раз это повторяли это очень неприятная школьная привычка когда вы что называется говорите не для того чтобы сказать мысль а для того чтобы понравиться учителю надо объяснять долго долго почему-то здесь садиться недели на 2 то есть это ровно та формула которая нам была нужна просили бета плюс альфа плюс дельта но получили альфа бета дельта от перестановки слагаем ничего не зависит все замечательно